Еще каких-то сто лет назад чиновники в Коми-крае утверждали, родной язык Зырян русский. Поэтому, когда представители Коми-интеллигенции, такие как Василий Лыткин и Василий Молодцов, предложили ввести изучение Коми-языка в школах, эта инициатива не сразу нашла отклик. Дело сдвинулось с места только тогда, когда в самой Москве признали, у Зырян есть свой язык. С тех пор в Коми ему не дают угаснуть. Я с ранним в Коми, развитие митературного языка и корейского языка. Одна корея, корелы, это наш родственный язык, родственный народ, и у них язык до сих пор не развит. То есть до сих пор они не смогли создать письменный корейский язык, потому что было очень трудно, и не было у них таких стойких борцов, как Лыткин Василий, как Молодцов Василий Александрович и другие. И до сих пор корейцы пользуются только финским языком. Но это не родной язык. Коми-язык сегодня изучают в школах. Он активно покоряет интернет. На нем создаются электронные словари и учебники. Мало того, его развивают и в других регионах страны. Это касается прежде всего ижемцев, которые много лет назад покинули родной край и пустили корни, например, в том же Ямало-Ненецком округе. Именно там к концу этого года издадут учебники для учащихся первых четвертых классов на ижемском диалекте. Причем интерес к изучению языка есть не только у детей, но и у взрослых. Сейчас переехал райцентр, и вот там взрослые, там есть коми-изба, и там взрослые. Они меня в прошлом году просили, но у меня нагрузка была большая, я не могла. А в этом году проводила занятия со взрослыми. Вы знаете, так хорошо занимаются, с таким удовольствием, с таким старанием. Сегодня к нашим специалистам едут за опытом сохранения языка даже заграничные коллеги. Для венгров, как оказалось, это тоже актуальная тема. Очень многие из них живут в соседних странах, но при этом стараются сохранить свой родной язык. Как в сегодняшнем работе с теми семьи, которые уехали подальше, я не знаю, в Америку, в Германию, как сохранить, какие методики выработать, и вообще-то, какие закономерности употребления двух языков. Так что я языковед, и поэтому мне интересно переключение кодов, какие там закономерности. Потому что многие говорят, что это некрасиво, когда смешиваешь два языка, но это не так. Я могу вам сказать, что в научном понимании это совершенно естественное явление. К Куми-языку проявляют большой интерес иностранцы и лингвисты не только из финно-угорских, но и из других стран приезжают в нашу республику с научными экспедициями. И отмечают, с какой гордостью говорят на родном языке коренные жители. Представитель Швеции Рохер Блокланд считает, главное такое уважение привить и молодежи. Я сам замечал среди саамов, например, когда, допустим, бабушки говорят своим внукам, что вот ты сделал так, там неправильно сказал ошибки, какие-то в речи находят. То, наверное, это неправильно, потому что внуки в этом случае могут сказать или подумать во всяком случае, что раз это неправильно, я скорее не буду говорить. Я буду говорить на том языке, который больше распространён в этой местности. Кстати, тема сохранения и развития языкового многообразия активно обсуждается и организации объединённых наций. И не случайно, как отметили участники конференции по билингвизму, в современном мире количество языков уменьшается. Поэтому 2019 год ООН провозгласил Международным годом языков коренных народов.